Современное, оснащённое новейшим медицинским оборудованием, педиатрическое отделение, при медицинском центре имени Хайма Шиба под Тель-Авивом. Многим семьям здесь дают надежду. Но одна из самых вдохновляющих историй — это недавний случай с 12-летней Эми, девочкой из деревни под Порто-Пренсом на Гаите. Эми недавно прибыла оттуда в Израиль вместе с мамой. Здесь ей сделали сложную операцию на открытом сердце, которая продлит ей жизнь минимум на 20-30 лет. Всё началось, когда Эми пришла в клинику, открытую центром Шиба под Порто-Пренса, после разрушительного землетрясения на Гаите в январе 2010 года. Майя, израильтянка, которая была волонтёром на Гаите, познакомилась с Эми в этой клинике, вспоминает. Эми пришла в клинику после того, как она очень долгое время была больна. Она постоянно кашляла, не могла ничего делать, так как быстро уставала. В условиях полевого госпиталя нелегко было поставить точный диагноз. Но в конце концов заведующий клиникой доктор Элли Шварц пришёл к выводу, что это ревмокардит. Это было очень нелегко из-за нехватки оборудования на Гаите. У них не было даже оборудования для оценки состояния сердца. Ревмокардит был одной из основных причин смертности среди детей до того, как в промышленно развитых странах стали широко применять антибиотики. К сожалению, в таких местах, как Гаити, это заболевание всё ещё широко распространено. И обычное решение проблемы замены сердечного клапана невозможно, потому что невозможно поддержание искусственных клапанов. Доктор Шварц связался со своим коллегой доктором Мишали, и вскоре было решено, что для лечения девочки необходимы медицинское оборудование и мастерство врачей центра. Он финансировал этот проект. В кратчайшее время он собрал 30 тысяч долларов, чтобы привезти сюда девочку и её мать. Проведя необычную операцию, длившуюся 8 часов, доктор Мишали произвёл замену сердечного клапана. Сегодня Эми захотела выйти из палаты. Впервые после операции, которая состоялась две недели назад. Майя, ставшая для Эми не просто переводчиком, она помогла ей и её маме приехать в Израиль, помогает ей и сейчас. Она сама нажала на кнопку вызова лифта, а ведь сначала она ужасно боялась лифта. Эми знакомится с абсолютно новым миром в Израиле, но и те, кто был с ней в медицинском центре всё это время, тоже приобрели новые познания о совершенно ином мире Гаити. Я спрашиваю у неё, а что такое театр? Она рассказывает мне, это такая большая палатка, где стоит стол, на столе стоят большой телевизор и DVD-плеер, а чтобы получить электричество, они берут аккумулятор из автомобиля, большого автомобиля. Через неделю Эми полетит обратно на родину. Почти половина детей, которые являются пациентами центра, это дети из многих стран мира, в том числе палестинские дети из Газы и Западного берега. Благодаря общению с ними доктор Мишали уяснил для себя несколько важных истин. Я думаю, что в любой стране дети — это дети. Вы понимаете, что они значат для своих родителей. И это так повсюду в мире, независимо от того, из какой страны они приехали.